Они приезжали с самого начала, они практически сидели в офисе кандидатов президента Порошенко. Они толпами ходили, толпами ходили для того, чтобы и по медицине вот эти группы, которые в конечном итоге все это привезли в суд. Они считают, что они помогли Порошенко на выборы, сделали его президентом, поэтому их доля должна быть всегда с ними. Вот второе, это военно-промышленные комплексы, они все выполнили, который просто и состоял из этого. И как раз в Бринке был тот человек, который лоббировал Порошенко, а не других участников, которым лоббировал, ну вот. Вот. И он всегда был стороной, стороной, стороной всего Байдена. А Байден же занимался этими же направлениями при Януковиче. И у него было два феворита, да, главный феворит у него был Турчинов. То есть, в смысле, Яценюк, главный феворит. То есть, он был у Яценюка на трубке. То есть, Яценюк, например, кого хотел убедить в чем-то, он набирал и передавал трубку Байдену. Вот когда я там сделал какие-то действия, которые там абсолютно четко мешали, четко мешали им в реализации своих планов, то они и депутатов, которые входили в круг моих интересов, и со мной, они вели переговоры очень жестко. Почему Мартыник на меня наехал? Это потому что, и почему он пошел на такие вещи. Американцы, американцы, он же ко мне забежал, забежал в кабинет, бросил мне бумаги, что типа, ой-ой-ой, мы типа, ой-ой, дети, семья, американцы, Давид, ой-ой-ой-ой, я буду принимать все неадекватные решения. И убежал. И с тех пор прячется, потому что его просто делали сумасшедших, понимаешь. Вот и все. И он предал друзей, предал себя, предал все. Абсолютно вот за счет того, что оказался вот в этой среде. Вот и все. Полиция просто, и все. Ну, конкуренция. Конкуренция, потому что Нуланд, она, она как бы отхантажировала свое положение. Ну, а кто она такая? Советник какой-то. Конечно. Грекин – это палец, рука, что угодно. То есть, это человек, который защищает интересы и интересы семьи. И плюс, и деловые, и защита персональная. Поэтому, естественно, и он адвокат. Профессиональные адвокаты – это вся адвокатская группа, которая работала в защиту Байдена на выборах и все остальное. Это вся линия Блинкера, ну, условно называется «пул» Блинкера. Вот, поэтому они… Это железные трусы, железные трусы Байдена. Вот, плюс, естественно, за счет этого приторговываешься везде. Там все связи основаны за счет торговли оружия и всех вот этих действий, которые, и госпереворот, и все остальное, они везде интегрированы. То есть, это же все группы, которые, ну, профессиональные группы, которые этим занимались. Да, это резинка, да. Притом уже ненужная, ну, куда ее денешь? Она просто псих, она психопатка, просто она может орать, кричать, ругаться матом, она же еще говорит по-русски. То есть, это просто такое оружие психопата. Вот она здесь такие устраивала истерики, кричала, орала, топала, угрожала. То есть, это вот такое оружие психопатки. Когда Блинки там из себя изображает рафинированного адвоката, и политика у него не получается, потому что он никогда им не был. А вот он такой образ адвоката. Мягко подсунувая тебе какашку. Подпишите здесь, подпишите здесь, вам будет пиздец, но не сегодня, не завтра. Когда-нибудь. Но до этого вы не доживете, потому что мы навечно. И основной тезис, который они интегрировали везде, то, что по этим прямым текстам, которые передавалась трубка, или которые запукивали, или все, все остальное. То есть, это то, что, ребята, если вы с нами, вам можно все. То есть, там, ну, вообще все. Приводились какие-то ужасающие, там, типа, если вы будете жрать младенцев, вам это сойдет, собственно, с нами, можно все. И наркомания сына, она поощрялась. Это не просто это, это, почему он стал наркоманом. Потому что он общался с теми, у которых, ну, условно, если у человека каждый день он ездит с двумя чемоданами Кокса, он, конечно, в этом тоже станет наркоманом. У нее задание всех развращать. Вот эта агентура, Кокса, Кокса, Кокс, героин агентура, она же, она же здесь работала номер один. У Порошенко целый первый зам главы администрации. В администрации Кокса было больше, блядь, чем бумаги. Как я в Франции, который военно-промышленным комплексом занимался.